Настя, а ты вообще что любишь? Только сладкое. Но здесь, в Красном Кресте, ела, похоже, с удовольствием и не только сладкое. Настя, Катя и Маша учатся в 12-й архангельской школе. Их и еще 570 школьников области кормят обедом бесплатно. Это та помощь, которая нужна, потому что мы в трудную минуту поддерживаем человека. Дети съедают все. Может быть, дома они даже эту котлету мясную не видят. Вот уже 20 лет архангельское отделение российского Красного Креста помогает детям из многодетных, малообеспеченных и неполных семей. Но только особо нуждающимся. В этом году из почти трех тысяч заявок удовлетворить смогли лишь пятую часть. Спонсирует региональную программу «Норвежский Красный Крест». И, возможно, последний год. На следующий год мы не знаем, сколько мы сможем и сможем ли мы вообще кормить детей. Потому что и ситуация меняется, и политические отношения между странами меняются. Есть намного более острые нужды в настоящий момент, куда могут быть эти денежные средства направленные. Конечно, Красный Крест не опускает руки. Специалисты разрабатывают новые программы, думают над технологиями. За помощью и поддержкой уже обратились к губернатору Архангельской области. И при этом не сворачивают никакие другие проекты. В том числе обучение детей оказанию первой помощи. Нашел пупок, поставил руку, сожми ее в кулак. Сставил кулак и движением вперед и вверх. Ты как бы надавливаешь резко, резко. Вот еще. Нет, нет. Сейчас покажу тебе. Получается не сразу. Нужны навыки. Юрий снова и снова показывает, как помочь человеку, который подавился. И добивается результата. Если вы будете давить руками, вы быстро устанете. А это уже сердечно-легочная реанимация. После – правила вызова скорой помощи. Сначала всегда адрес, чтобы специалисты быстрее выезжали. Я всегда ношу с собой аптечку, потому что ситуация, когда необходимо оказание первой помощи, может возникнуть в любой момент. Знать, как правильно оказывать первую помощь, уметь оказывать первую помощь, я считаю, должен каждый. Эти мастер-классы Юрий проводит как волонтер. Говорит, несколько лет назад решил для себя, раз знает, как помогать, значит, должен. Дмитрий стал добровольцем Красного Креста совсем по другой причине. Тогда это был конец 80-х, начало 90-х. Это было довольно-таки тяжелое время. Все было по талонам, все было так бедненько. Я получал помощь от государства. Тогда это была помощь, когда была возможность питаться в школьной столовой бесплатно. И вот этот бесплатный обед, на который я брал суп и блинчики, я не забыл это. И хочу сказать, что мне тогда это было важно и нужно. Действительно, иногда что-то хочется сделать потому, что не можешь не сделать. Вот и Красный Крест. Один выход из ситуации уже нашел. Вместе с Центром социальных технологий «Гарант» объявил акцию «Добрый обед». Механика «Доброго обеда» в том, что человек, придя в точки общепита или в другие организации, он может сделать добровольное пожертвование в размере 82 рублей. Это стоимость одного обеда для школьников нашей категории, которых мы показываем поддержку. Помочь можно и прямо сейчас. На номер 3434 отправьте смс со словом «Ангел» и через пробел укажите сумму пожертвования. Например, «Ангел 100». Добрый обед, добрый хлеб, добрый мед – это и есть Добрый Архангельск. Наш с вами город.